так сегодня 0 9 0 8 2 21 года поехали могут как бы недалекий мой друг я вот сейчас сегодня к отвечаю вот товарищу из то ли из бандерляндии то ли из газдепи то ли еще куда то вот точно россия отстает от германии лет на 80 это факт такой факт как тебе такого факта вообще-то не существует я сейчас объясню почему что это ну иллюзии и тому подобное но прежде чем тебе ответить на этот вопрос мой недалекий друг я тебе вот что хочу все-таки давай вернемся к курильским островам вот я как бы рассказывал что ну вы же там в егэ вот этой вонючей газдеповский да которая с андепиа с удовольствием внедряет дебильная абсолютно система малограмотные люди вот и я объяснял что это вот но капитан невельский вот вот эти аэми они согласились с этим так сказать приняли присягу все было хорошо и только вот и япония втравила этих людей в год как раз в 1904 году ну вот выходим болваны будете знать колхозные там бандеровский прочее напала на россию который замечу несмотря на гречу корей несмотря николай второй писал письма что там не будем воевать старался с этими японским никогда там как-то договориться ну вот видимо вот эти люди понимают только силу они вот то ли восприняли это как слабость то ли прочитала японская разведка там и владимир ильич ленин и помогал вот это книжки капитал госпожа господина ракфеллеру старательно пересылал финансировал это же не просто книжку написали нужно ничего продвинуть понимает вот в общем мы все старались там старались а теперь это вот как бы свое евросоюз то ваш старался понимаешь а теперь вы это все вешайте на нас хотя вот если бы мы были имели иммунитета как бы и результат у нас мог быть другой я тебе хочу просто рассказать как это все возникло почему вот все это вот движение капитал ракфеллеры ну вот господина бронштейн ближайший помощник ленин ну палачу можно сказать русского народа у него то ли там брат то ли свата вот это как сейчас может быть не точно какой-то толстой или толстый только фамилия вот и он короче было этим миллиардером тогдашним или миллионером скажем так господин вот понимаешь куда никита один с германии так сказать с русофобами германии так сказать был связан вильгельма да а другое вот когда топили русский флот по брестскому миру то платили не марками а фунтами стерлинга и не ленин там убил адмирала щатова который а убил его бронштейн закопала вот это вас корпорация амбрелла да вот так вы не хотели русский флот что там было значит полу и он ходил спокойненько поэтому это какая-то корпорация действительно амбрелла сегодня ты бы вот это вытворяли но ты говоришь вот почему то что вот мы там от сталина 80 лет ну понимаешь какая штука вот при николае втором значит стал у руля государственности ученик дмитрий ивановича менделеева столыпин и россия начала двигаться 9 процентов но ни одна страна не двигалась там тогда то есть вот этих результатов только достигла чили когда она избавилась от коммунистов с помощью но вот национального героя чили это генерала пеночетта и вот только два вот этих вот момент но вот тут там вот такие как ты мой недалекий друг и засуетились или бланк ленин да там вот как там его настоящая фамилия да вот они были обеспокоены вот этим мы будто просто зачастили комиссии всякие вот и германию писались письма что если не принимать меры россия станет вот в недосягаемости почему надо россию доставать почему им надо так сказать вредить ну это другой вопрос ну вот эти люди действуют как вот маньяки вот корпорации амбрелла там обители зла посмотри вот эти вот люди они не успокаиваются почему они вот так вот заряжены именно на россии я там этот вопрос тоже касался ты если хочешь можешь найти это вопрос отдельного разговора вот и вот частности вот майкл бом есть такой журналист говорит вот когда его спрашивали выжил поубивали людей вы открыли ящик пандоры вы первые применили ядерное оружие до сих пор никто его не придут самый там темные какие-то диктаторы даже бакаса который там американский долг там поедала людей он допустим не применил ядерное оружие а а вы так сказать госдепи а вот ты конкретно да тоже наверное минутам сожгли людей заживо причем не какие-то там военные объекты как василевский не воевал там с женщинами и детьми а он дрался с самураями причем дрался очень успешно в отличие от американцев которые по сто лет там один остров штурмовали он считанный так сказать можно сказать не разнес разнес миллионную клантунскую армию потеря достаточно скромные цифры 12000 но это очень много 12000 семей но во первых понимаешь вот эти 12000 семей но мы же должны к ты пить сервите считаю нельзя жить так бессовестно как коммунисты вот погибли люди пофиг понимаешь то есть там вот я описывал дате безобразие который творил джугашвилис когда папа джугашвилисцев когда наши войска шли по губе обливаясь потом и кровью как говорится по это уже был очень тяжелая операция там возник бунт из-за консервов то есть из-за консервов но потребовали чтобы весь вот как бы недельный по не то что больше давали а вот недельный пою выдавали потому что по одной рыбке в день лучше там целую консервную банку получить ну хоть один раз ну логично было но вот джугашвили было свое мнение и вот после победы вот вы вот вот этот вот эти вот люди там вроде мех леса вроде джугашвили взяли и прогнали после победы обратном губе они шли пешком тоже то есть опять прошлись по губе так вот такую месяца за этот бунт но уже хорошо что просто не расстреляли вот такое такой подарок вот он результат запломбированного вагона вот откуда дорогой мой недалекий друг а вот эти вот нквд вот эти вот все там чека вот этого не чикаго по похоже на название больно не для скота вот это такая вот гурт ну там больно было для скота вот в общем то первоначально вот может случайно может наверное не случайно может владимиру чё понравилось он горит от дайте на девочка он еще такой шутник был и ваших будем обманывать ну вот как бы если бы вот вы не устроили множество ну и вот эти вот письма они имели свое воздействие то есть вот эти вот иностранные космополитические компании вот это все проникло в россию пронизала все общество то есть на столы пина устраивали вы устроили вот такие как ты устроили множество покушений например такая как климова устроила взрыв там пришли к столыпину и там пришла женщина там с ребеночком там у нее какие и представь себе в отличие вот сейчас чинуши в европе чинуши садеповских вот этих мурс наших да чтобы они приняли женщину как с ее ребенком каким-то проблем я таких коммунистов таких вот не мерки ли это не представляю ничего а там премьер-министра собер держава он нашел время значит принять но вот место приема там взорвалась бомба и вот эта женщина была убита но вот на ее счастье вот у нас было сословное государство она была климова дворянка вариант к то есть мы туда тоже щупальцы свои вот такие как ты запустили вот ваши нынгли вот все вот эти но что-то вас тогда было не не суть вас и короче говоря вот ее просто вместо того чтобы ее повесить ее просто посадили в терем а потом она еще и сбежала ну ты не удивительно знаешь как князь пожарские носки ну горит кувшинные рыло понимает и вот и не удивительно что у нас вот такие вот такие вот на события вот и вот тот же дурачок керенский приходит ему вон и они же знали что приедет вот этот сифилисный богу приедет вот эти люди агенты как он совершенно не включил мозги этот керенский но просто непонятно можно было их окружить это по поиск этот ноги просто так сказать посадить их подвал но как минимум а лучше было бы по законам военном времени там святого черта веревки что-то не хватило вот и все было бы могла бы история пойти по-другому ну давай ладно как бы не будем то что в историю поэтому ну и как бы курильским островам я подхожу опять-таки вот мы убили там 40 миллионов человек так ну если бы майкл бомб там все вот американец там сокрушался но не американцы освободили китай а армия василевского разбила квантунскую а мы освободили понимаешь василевский не убивал там ни в чем не а он просто именно с военными станками с японскими там самураями то есть непосредственно наказывал виновных не 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 то есть каком-то японском городишке японка жила там с ребеночком а на нее бомбу свалили она может не причем вам уж против этой войны было понимаете то есть там что же люди разные вот ну вот там же разрабатывали всякие коронавирусы там отрядка к 701 по-моему так вот или 731 не суть важно вот американцы все это бережно вывезли сегодня у нас действует а вот лаборатории в грузии бандерляндии вот такие биологические которые они вот наши военные лаборатории они просто себе положили в карман вот потому что ну как какая-то грузии бы создавал какие-то это серьезные биотехнические лаборатории или как там бандерляндии ну просто это не серьезный вопрос то есть вы все что русскими создана вы воровские себе положили в карман и более того вы используете это против россии ну и давай просто ну я даже вот не соглашусь своим термином хотя конечно русские люди уровень жизни ниже чем германии это очевидно я не буду с этим спорить вот ну во первых почему мы имели 91-м году избавившись от этой вонючий кпсс великолепные перспективы но опять-таки вот они избавились вот этой чумы 17 года кто был этот по ельцин знатный коммунист к тому же вы нашли там гайдара вот этот вы америкосы да ему подсунули вот этого гайдара это рупор кпсс газета там правда да вот и его потомок ну там рубил шашкой детей там хакасии там устраивал там что даже признал вот их лидер там зюганов он тогда говорил что да так звезды творили целую силу вырезались вот что ваш европейский сифилисный вагон как бы сделал да и вот ну известная фамилия так сказать чуба да он еще чуть коридор коммунизм боролся он начал делать окружил себя одними цирушниками там 200 человек из сырой из ленгли работали и вот фактически они просто руководили этим чубы сам кто он тогда был коммунист 1970 года вот как мой такой гадкий клубок вонючий змей вы как бы сплелись сабдеповские газдеповский змеи такой вот знаешь как бывает они в экстазе симбиоз такой у вас образовался и вот вы начали что начали практически вот передавать всю собственность малую торговую там крупные предприятия торговые промышленные предприятия вы начали делать миллиардерами коммунистов вот и сейчас вот этот наглый чубысь толстый полстый наглый чубысь заявляет что он боролся вот так с коммунистами делая их олигархами то есть передавая мою собственность он отдавал ну вот например ходорковский дам комсомольский вожак ну ты это еще хуже коммунистов березовский коммунист тоже понимаешь то есть ни одного беспартийного вот что газдепи кого она поддерживает более того как бы я хочу сказать что вы понавесили вот перед этим перед периодом как раз социальных потрясений какой-то момент когда вы избавлялись от коммунизма да от вашего вонючего вот этого сифирисного вагона да подаренного вами ты поддерживая садепи вы повесили 100 миллиардов долгов ну для примера тебе хочу сказать вот ты германии горишь германия за 1 миллиард создала электромобиль то есть уникальный то то есть одним всего который ну 20 минут подзаряжается в считанные секунды набирает скорость там создаются всякие станции электрические так сказать вот посмотри какой переворот всего лишь 1 миллиард долларов а вот твои газдеповско-садеповские коммунисты да типа ходорковского они прожирают вот просто за один вечер это так миллиард такая если чтоб они что-то пальцем пошевельнули это надо такие миллиарды вбухивать что я не буду говорить что там вот то как у чуба если ничего не получается что надо больше денег денег надо еще больше и этого уходит как в черную дыру поэтому конечно мы испытываем определенные как бы тонность но давай просто сравним на всю это вот все таки даже при всех вот этих косяках да при всех так что вот вы с одной стороны нам создали все здесь это подарили свое вот вы кроме того экспорте у нас не было наркомании да у нас был там пьянство согласен там ну вы нам подарили наркоманию спид вы нам подарили что нам его еще экспорте импортировали так спид генномодифицированного колорадского жука теперь вот ты на все время упрекаешь что вот сейчас я предлагал просто вы швырнуть вот ваша газдеповская вот этот гадюшник шпионская которую вы называете шпионской диверсионной посольства да как бы ну не послушал прямо где же он там послушает они же там типа якобы умные да и в результате к нам притопал и опять из вашей газдепи корнавирус да который наверное не способствует ни нашей экономики и все а товаровой оборот то у нас никакого с вами там понимаешь 27 миллионов миллиардов долларов да с европой но был по крайней мере 480 миллиардов то есть практически с америкой но только вреда больше ну два миллиарда мы там прибыли с этого товарооборота и ничего и и что и что и ничего вот по поводу германии ну я вот даже отставание то реально нет все это вот выдуманная высосанная система вот говорится что рубль стоит столько-то а марка евро стоит столько-то было что и столько-то а кто кто это высек на граните то это же все выдуманные из пальца да мы многих там товаров не производим но наш ну во-первых набиулина ваш ставленник подрывает экономику нашу так рубль они опускают почему-то вот а так-то посмотри ну мы снабжаем рубль чем наполняется нефтью до валютный товар правда вот давай разорвемся экономические связи и у нас все есть что-то самих производить и уголе нефти редкоземельные цветные нет или все а вот если в европу не придет 30 процентов необходимого их топлива знаешь как тряханет наш какие-то катаклизмы начнутся до мамы не горюй понимаешь а у нас вот если такой разве состоялся то может быть это коммунисты же любят жрать пить пользоваться всем и может быть их это заставило кого-то вот это ленивых тюленей где-то что-то пошевелиться кому-то что-то разрешить дальше когда они получают такого хорошего хорошего пинка под зад так чтобы они подпрыгнули они начинают что-то делать понимаешь вот к сожалению вот вот этот ваш и европейский сифилис вагон действует только так и давай-ка сопоставим дорогой друг ну вот так все это вот понимаешь выдумки что вот курс рубля он такой же набиву ли на хочет чтобы он был такой же она опускает опускает рубль дорожную вместо того чтобы передавать напечатанные рубли производственным силам да те кто строит делает дачи дома там 5 10 она передает его вот этим газдеповским банком банком там всяким ну может есть какие-то более-менее хорошие банки ну гриф ну это явная креатива газдепии там понимаешь то у него все там и программы его все там еще прочее так и давай это мы посмотрим наш рубль наполняется медью редкоземельными норильский никель там пятое-десятое титан мы даем америке чтоб они делали но это я только составляющую говорю по полезным ископаем да но они тоже составляющая вот этому рубля который должен весить не меньше не меньше у нее должен постоянно падать там барахтаться где-то благодаря вашим усилиям вот кудрина там набиулины понимаешь а ну давай посмотрим другую вещь ты можешь сказать что это только вот природные ресурсы вы и все там как-то вы любите бензоколон как говорит бензоколон не совсем так да многие товары мы не производим но там где набиулину вот наши высшие коммунисты заставляют но там где надо жильцах хранят военно-промышленный комплекс наша техника ничуть не хуже вашим только вот ваши три полны запреты на с-400 на из 500 что причем мы газдепи вам здесь конкуренты потому что наша техника не порт но все равно наша техника где-то как-то прорывается хотя очень это только военно один давай возьмем космическое производство то хотя после того как дебилы коммунисты сломали две челюсти сергей палычу королеву а он все равно как вот этот вонючка зеленский не предал россию не перебежал как ему предлагали американцы создал целую космическую школу и россия представь себе не вы а россия открыла космическую эру это правда хотя многое что было дурачок кручев наркоман вот тоже из вашего так сказать сифилисного вагона дрежнев там и прочее там по хотя и спустили когда мы там лет на 50 представься придурки повезли луну 3 на выставку американцы вскрыли эти ящики и скопировали все ну дебил вот вот просто и мы никого не повесили по после этого не не казнили из этих мразий тупо умных просто вот петр первый повесил их просто за одну тупо уме очень надо было на эту выставку после чего конечно лунная программа так сказать американская ну где-то там задышал вот но до сих пор понимаешь а вот давай так объективно скажем что многие вещи мы делаем лучше чем вы rd 180 двигатель американцы вот последнее время отказывались и все и мы не будем покупать там помнишь вот этот сдох от рака как козел там а баки маки значит ну не хорошо конечно мужчин атака изменяется вот вот говорится нельзя вот и вот бы ну как так и все равно вот сейчас все таки решили что надо опять покупать то есть понимаешь конечно вот мы автомобили делаем ну хуже например чем европейские да согласен вот но вот чтоб ты понимал вот двигатель для космические миллион раз то умеет сделать чем хорошим только а кончены дебилы будто обезьяны которые руководят у нас там вот это вот к сожалению мы не может не как русский народ избавиться от этих обезьян говорящих которые по важней чуть-чуть выучили иностранные слова секвестр этим обезьянам дали компьютер они от этого и всем стало только хуже понимаешь да вот и как бы вот такая ситуация вот если это все посчитать то да не меньше доллара то наш рубль стоит не меньше вот я тебе просто хочу сказать свои вот если бы завтра ну как бы верховным правительным стал поручик иван да смотри чё бы было ну я бы на завтра дал указ что все золото все золото мы никуда там зафигачиваем а тратим на укрепление валюты печатаем русские рубли ну не то что там один рубль да ну крупную монету понимаешь чтобы и вот объявил бы этот ваш курс совершенно недействительным несоответствующим объему тех истинных ценностей непридуманных потому что вы за каждую фитюльку там берете какие-то не 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 совершенно непомерные вещи которые вот мы из китая получаем гораздо гораздо более какие-то умеренные деньги поле нормальные а вы если пальцем пошевелите г миллион мили миллион миллиардов понимаешь вот так ну и давай сейчас посмотрим все таки давай все таки взглянем вот от ты говоришь на вот и дилетант ты что ты там утверждает что германия в 90-е годы подняла да я ничего такого не писал это вот тебе что-то в голову там моча ударил и вот ты начал вот это вот выдавал да и я тебе скажу когда германия что-то значило ну она всегда была как бы подпитой газ депи но не в такой мере было время вот вот не когда вы сейчас северный поток там северный потом два окна вот первый вот этот газопровод строили да нефтепроводы газопровод я помню время просто газ депи и тогда там вонь пошла из океана мы будем санкции там принимать а и знаешь куда послали там просто сейчас не разговаривали с ними а просто послали вот на три буквы их послали и они даже разорили три немецкие фирмы вот кстати говоря не пора ли поставить а вот эти люди вы испоганили их мимо жизнь вообще этим немецким гражданам за что за что они просто хотели но подешевле газ что-либо а нынешние руководство а нынешние руководство германии давай посмотрим ну вот уже уже вот эти вот лидеры шрёдера ну я там упоминал они еще немножко самостоятельность удержались но уже было как бы не то а сейчас это совсем жалкое зрелище во первых газ депи поставила коммунистку мерки коммунистка мерки управляет германии во всем так сказать послушную и ну и вот где-то вот она только с этим газопроводом северным потоками еще говорит ну давайте мы будем откупаться 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 от вас понимаете да платить вам дань какой-то там для вашего газа построен и вот как бы вот такая как бы ситуация и вот например я тебе просто поясню ситуацию представь себе что два человека ну два соседа договариваются вместе что-то построить там или продать я помидоры кому-то хочу великое то что-то какой-то хозяйственный вопрос решает а третий приходит и говорит вообще который сосед не причем который может на берегу другое нас через реку живет до скажем да не говорит а чего вы какого хрена вы тут решаете вопрос без меня а я не согласен а если вы будете вот торговать что там продавать я буду вредить пакостей буду вот именно так по факту и ты же любишь факта вот именно так обстоят и вот это мерки будет ну то мы будем искать компромиссы мы будем вот что-то понимаете место того что а еще там вот вот этот говорит а вот даня вот сосед дания ну зовем ее так сказать я хочу это вот эти острова за три копейки купить а так говорит ну что же вы так вот это вот она бы то что спросить нельзя но ты не мог это тихонечко спросить по дипломатическим каналам ну нормальные люди понимаешь вот ваша в европа жалок вот просто если бы я был верховным правителем дания то есть посол госдепи просто вылетел бы из этого посольства так что он бомбы вышиб дверь понимаешь вылетел бы просто совсем своим посольством совсем сам скарбом понимаешь на территориальный и причем так а королевская семья на меня и говорит нормально хорошо ну да муж и неплохая идея над подумать вот вот так вот так обстоят дела но давай послушаем может быть вот это лиза блюдство приносит германию так сказать прогресс ты гостю герба ведь реально сегодня германия загнивает вот я тебе просто до вот приведу пример да вот коммунистка меркель выходит и говорит вот вы меня критикуете я просто цитирую что что она говорит а ведь видите в других странах падения у нас кризис спровоцированной газете помнишь там у них там рынок недвижимости рухнул и причем то там была россия и и втянули вот его в этот садо и гамора европа почему-то должна отвечать что они там зашарашили куда-то там по напечатали долларов и прочее то есть все должны были рассчитаться за газеты и а вот у нас где падения нет то есть роста нет и падения нет а вот я тебе скажу и вот по этому поводу надо радоваться надо радоваться что нету падения и и только я хочу сказать это страна великого политика вилли бранта это 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 не позорище вообще а давай ну немножко ну мы ладно не показатель у нас там тоже вот такие же коммунисты как мерки вот эти газдеповские ставленники и все такое прочее и и давай посмотрим ну на другую страну которая регулярно посылает газдепи на три буквы они говорят кита вы горит не те которые только недавно какие-то он же новичок в рыночных так каких-то вещах только недавно он отказался коммунистического маразма и стал вводить некоторые ну какие-то элементы рынка скажем тогда рыночный грамотной экономики и посмотри как он двигался в это время 9 процентов от россия которая насыщена вот этими газдеповскими коммунистами да она один процент якобы якобы а германия 0 процентов на этот а китай 9 процентов а индия 7 процентов а индия по-моему даже больше ну от девяти до семи процентов вот понимаешь важно же не то что на вот сегодня кто лучше а кто быстрее двигается потому что мы сумели сохранить вот рост 9 процентов 100 метров до который китай только сейчас достиг до столетия прошло до когда а а мы тогда это имели да если бы не вы нам не помогли друзья когда такие вот друзья вот врагов никаких не нам ну и как бы вот и папа по поводу курильских островов закончим том тем что если бы вот китайская армия осталась там если бы мы не приняли мер к этому то наверное они бы уничтожили еще 80 миллионов китайцев и вот по-любому нам нужна какая-то награда компенсация и предупреждение агрессору что если еще там что-то будет еще и никто потеряете поэтому надо предъявить по моему хоккайдо еще должен быть передать надо самим предъявить предъявить вам территориальные претензии на это потому что вы не просто так предъявляете наглость такая к ядерной державе предъявлять вы же у у вити момент вдруг мы будем слабые вы тогда опять оккупируете дальний восток и как в 1904 году нападете неожиданно там на на какой-то наш крейсер да ну давайте мы тогда будем ловить этот момент когда вы покачнетесь тогда пути господни неисповедимы так надо принимать энергичные меры я кстати набросаю этот список энергичных мер так чтобы построить на вот этот целый архиепилаг наших насыпные острова чтобы можно было перебросить мост чтобы быстро промышленные товары военную технику перебросить у нас как бы никаких ползновений даже мысли не было а за каждая ваша трюк насчет эту тему наказывать вас серьезными экономическими санкциями вот так и только так